Я замечаю, что в Санкт-Петербурге становится все больше по-современному стильно одетых людей, поэтому у Карла П. сейчас, как никогда, большие шансы продать свой nothing. С собой вы можете взять планшет, звуковую систему, если вам надо, ну и, конечно, ноутбук. И здесь есть Wi-Fi, так что вы можете работать безлимитно. Ну и, конечно, наушники, чтобы не мешать окружающим. С дизайном они прям попали в точку. Выглядят максимально стильно, даже вот в какую-то кофейню заходите и чувствуете себя максимально комфортно, как свой человек. Вот, кстати, Павел Хмурчик прям захейтил дизайн. Он сказал, что он нарисован на коленке, очень просто, но, как по мне, он такой немножко инопланетянин получился, и это ему только в плюс. У вас нет ощущения, что мы начали с чего-то не того, потому что здесь есть прекрасный комплект. Вот такая текстурированная поверхность здесь. Затем открываем, конечно, здесь бумажечка. Well, isn't this exciting? Yeah, of course. So, there is a cable. Кстати, что я начал говорить на английском, потому что у меня есть английский, англоязычный канал. Ссылка в описании. Магический, на самом деле. А купить Nothing 2A вы можете в интернет-магазине Цифрус. Я с ними знаком уже четвертый год, они давно на рынке. Доставка по всей России, три года гарантии. И, кроме того, вы можете получить подарок от канала по волшебному слову Power. Добавляете товар в корзину, переходите к ней и выбираете что угодно, в том числе блок питания, которого нет в комплекте. Берете Nothing и как будто вы в сказке. Ссылка в описании. Да, как я пошутил в кофейне, с дизайном они прям попали в точку. Это касается и интерфейса. Он весь в точечку, на самом-то деле. Сделан прикольно, мне в целом нравится. Но, как я уже опять же отмечал, сложно различаются иконки. И плюсом к этому не все картинки переведены на этот стиль. То есть некоторые остались в прошлом. Сейчас я в центре города. Здесь связь, конечно, 4G. Вообще ловит полностью. 4G+. Все очень классно. Теле 2 это теников у меня. Очень сложно искать иконки, на самом деле. Потому что они все примерно одинаковые, видите. То есть стилистика у них одна и та же. Все грузится моментально, как видите. Давайте поставим 4К даже. Ну, окей, вроде бы по качеству стало плюс-минус 4К. Что касается VPN. Я пользуюсь либо ***, либо ***. И ни один из VPN-ов поначалу не хотел подключаться. То есть я сравнивал с iPhone, Samsung, вот прям клал их рядом. На Samsung запускается, на Nothing и нет. Приходится чаще всего стопать VPN-сервис и заходить в него заодно. Что ж, вначале тест видео на iPhone. 15 Pro Max. Елочки, смотрите. Давайте посмотрим, как работает HDR. Как работает фокус. Вообще не хочет вблизи фокусироваться. Давайте попробуем в широкий угол. Вот так вот это все выглядит. Очень классно, очень прикольно. И 5X. Ну вот такого, конечно, чуда не будет на Nothing. Ну, типа вот такая картинка. Скорее всего, немножко желтовата, да? Вот, это, собственно, моя камера стоит здесь. Да, давайте вот так и переключимся, кстати, на Nothing. Широкий угол. Сразу же первый минус. Вы не можете сейчас переключиться на основной модуль. То есть Nothing не умеет в 4К 3С фпс переключаться между модулями. Ну, тут достаточно, кстати, все темно. И учтите, что звук сейчас идет с Nothing. А до этого он шел у меня на, вот, один момент. На Lark M2. Вот, то есть сравнивать звук нет смысла, но, типа, вот, мне кажется, он классный звук. Давайте теперь переключимся на основной. Вот, а с основного модуля вы можете уже переключиться на 2X, например. И на этом... А, нет, еще 10X есть. Но 10X очень плохо. Почему-то какие-то фиолетовые вообще проблески появляются. Ну, типа, 1X еще нормально. Вот так вот. Нет, ну, вы вообще заметили, там была фиолетовая елка. Это нормально для смартфона в 24-м году. По-моему, нет. С этим что-то надо делать, наверное. Это уже после обновления был смартфон. То Nothing снимает презентацию на свои флагманы, то у них фиолетовая елка со спецэффектами. Только что сфотографировал наши русские березки на iPhone, на Nothing. Посмотрел, в чем разница. 5X прям очень плохо на Nothing. Все, что дальше 2X, прям вообще нет. Опа, завтраки, обеды, вафли. Давайте сделаем тест еще здесь. Нынче очень много самокатчиков уже, видите, есть выше, Яндексы. Уже все вылезли вообще из своих берлог, потому что, ну, зима окончилась. Глифы умеют работать под музыку, то есть прям танцуют, как Тесла. Вот представьте, едете вы в метро, смотрите какой-то контент, в ТикТоке, конечно же, в США особенно, да. И как бы люди не понимают, а что происходит. Но вы все понимаете. Вы едете с Nothing. Так, ну что ж, благодаря Nothing я нашел вот такую классную остановочку. Здесь, правда, нету качелей, как видите, вообще. Какие-то тут носки валяются или что это такое. Навигация работает отлично. Ну, я надеюсь, из этого хоть что-то получилось приличное, да. Что ж, сейчас мы находимся рядом с одним из лучших зданий в Санкт-Петербурге, по моему мнению. Это мой стиль, все то, что мне нравится. И здесь мы просто обязаны затестить хотя бы широкий угол и основной модуль. Ну, как будто по цветокоррекции широкий угол отличается от основного, и это не есть хорошо. Но потом еще посмотрим подробнее. Кстати, если вы не знали, в современных самокатах есть беспроводная зарядка прямо вот здесь вот. То есть вы можете вот так взять смартфончик. Так-то его, значит, отодвинуть. Как-то вот так вот. Вот так вот. Вот сюда вот присоединить его. И будет и заряжаться наценик. Судя по всему, здесь нет беспроводной зарядки. Мариинский театр. Новый, старый. Наценик тоже есть. Как вы поняли, звук сейчас идет, кстати, с Insta360. Пишите, как вам звук с нее. Память здесь быстрая и на чтение, и на запись. Проверял это загрузкой приложений. Кстати, вот перенос с других устройств работает тоже замечательно. Либо с айфона, либо с андроида. Просто по кабелю. Не все кабели подошли, на самом деле. С комплектом точно получится. Хотел отметить, что здесь молниеносно работает сканер отпечатка пальцев. Посмотрите просто. Относишь, и он сразу, просто сразу же. Да, возможно, не такой быстрый, как на OnePlus'ах. Как на... Ну, примерно такой же, как на Pixel'ах, наверное, да. Вот так вот. Оп. И сразу же. Понятное дело, что здесь нету Face ID, как в айфоне. То есть в айфоне это происходит вообще вот так. Просто открываете его, и он уже сразу включился. Опа-на. И вот я уже в каворкинге. Офигеть. Это каворкинг наш. Прежде чем попасть в каворкинг, вам нужно зарегистрироваться. Я этого, кстати, не знал. Я зашел в туалет, чтобы сделать еще вот фоточки. Конечно, потому что в туалете это очень важно. По мне так вообще неплохо. Получилось прям очень классно. Кстати, хотел отметить, что здесь нету IP68 или IP67, потому что здесь 54 максимум. То есть какая-то пыль, влага еще окей, но под воду, к сожалению, нет. MediaTek Dimensity 7200. Так себе процессор. Не советую. 10 минут поиграете, 20 минут окей. Дальше тот же Genshin Impact, ну прям вообще нет. Какие-то более лайтовые. Call of Duty Mobile, ну так себе. Ну типа Tetris прям вообще топ. Это не игровое устройство. В этом плане, кстати, очень близко к пикселю по философии. Но в пикселе, напомню, классные камеры. Что широкий угол, что основной, что даже 2x, который сделан алгоритмом. Здесь камеры, к сожалению, так себе. Ну, вы уже видели. Еще одно любимое мною место в Санкт-Петербурге, это, конечно, Новая Голландия. Пока что здесь все еще открывается. Просыпается после зимы. Что ж, ну теперь у iPhone нет его преимущества. В виде Larcom 2, теперь звук пишется на iPhone, а вот сейчас пишется на Nothing Phone 2. А, говорю достаточно тихо. Надеюсь, меня слышит хорошо. На iPhone более яркая картинка. Вот, 4К 30 фпс, Nothing iPhone. На iPhone поярче. Кого-то могло удивить сравнение с iPhone, потому что смартфон стоит в 3 раза дороже, как минимум. Но на YouTube уже есть сравнение с одноклассниками. Мне хотелось посмотреть, какова разница в 2024 году между среднебюджетным смартфоном и флагманом. То есть, примерно один форм-фактор, но что вы можете получить. Хотя по части фото я не считаю iPhone одним из лучших. Ну, ребят, похоже, это квинтэссенция стиля в сегодняшнем выпуске, потому что Nothing, зеркальные панели. В итоге 27% к концу дня, в целом неплохо. Итак, сегодня второй день пользования Nothing Phone 2A. Заряд 100% для отчетности, вот, пожалуйста. Из того, что я заметил с утра, Instagram. Instagram запрещен в Российской Федерации наравне с Meta. Это экстремистские организации. Работает не так классно, как на iPhone, или на Google Pixel, или на Samsung, потому что здесь хуже качество. Если вы загружаете, хуже качество для тех, у кого есть iPhone, и хуже качество, если вы смотрите с iPhone. Ну, еще один момент хотел отметить, что вчера я пытался перебросить файлы с Nothing на свой ПК, и получилось, что на iMac они вообще не перебросились. И на второй день тоже у меня ничего не получилось. Вот такой инсайт. Также здесь есть быстрая отправка на другие устройства по Bluetooth. Это называется QuickShare, появилась еще в Samsung. Технология максимально классная, вы можете перебрасывать файлы на другие Android-смартфоны, Windows-ноутбуки. Но, к сожалению, это не работает с эксистемой Apple, поэтому, увы и ах, пока что. Погода на сегодня. Сегодня в Санкт-Петербурге местами кратковление на иросадке 6 градусов. 6 градусов, полет. Но, по крайней мере, сегодня я точно не вспотею, как вчера. Вчера была полета. Санкт-Петербурге местами кратков. Я думаю, здесь самое лучшее место, чтобы проверить работу динамиков, потому что здесь стройка рядом. Рядом же трасса. Е95, конечно, потому что у нас музыка сегодня. И небоскреб. Он никаких звуков не издает, но в целом он есть. Итак, включаем. Средняя громкость. Слышно очень плохо. Максимально. Ну, громкости, если честно, не очень хватает на вступление. Давайте примотаем куда-нибудь. Динамики не громкие. Давайте сравним с айфоном. Надеюсь, вы хоть что-то вообще слышали. И сейчас меня, надеюсь, слышите тоже. Если вы заметили, в начале терминал выдал ошибку, мол, не работает с Мирпэем, но потом все пошло так надо. Благодаря айфингу я не уснул на лекции по управлению проектами. Еще я спросил мнение о глифах, но сказали, что ничего прикольного в этом нету. Но, по-моему, так выглядит зависть. Также хочу отметить, что мне не довелось пользоваться старой операционкой. Старая прошивка прошла мимо меня. Хотя блогеры отмечают, что та версия старая была очень плоха. И с точки зрения видео, съемки и фото. И в целом были глюки по системе. Сейчас такого не наблюдаем. Яркость дисплея на солнце меня порадовала. Очень важен дисплей. Здесь 120 Гц. Офигеть. В среднем бюджетнике, ну, для китайцев это норма. Но для Apple той же самой, для Pixel'ей, там еще 90 все-таки. Но здесь не LTPO. В Pixel'е тоже, кстати, не LTPO. Но, с другой стороны, могли бы вот здесь, кстати, сделать, чтобы экономить заряд. Мне хватает его на день. Полтора дня, к сожалению, нет. И я забыл подснять, но во второй день мне хватило смартфон до 20%. А ведь еще же есть время после 7 часов. Это самое основное время использования смартфона, скорее всего, у большинства. Хотя, может, кто-то читает книжки. Респект. Про связь я уже говорил, что в центре города все нормально. Я живу в Ломоносове. Здесь тоже, ну, это типа чуть-чуть подальше от центра. Чуть-чуть. Сюда надо ехать на электричке. В электричке все классно. Бывает там где-то между Стрельной и Петергофом так себе словит связь. Но это уже зависит не от смартфона, потому что у меня все смартфоны там плохо берут. Кстати, подписывайтесь на канал обязательно. Скоро будет видео по GPS. Очень классное видео. Здесь с GPS все тоже классно. Вот такое устройство получилось. Пишите в комментариях, что вы о нем думаете и какие конкуренты у него есть. Ставь лайк, если такой формат тебе зашел. Ну, жирнющий лайк, мне кажется, надо поставить. Прям жирный, потому что такого контента мало на русскоязычном ютубе. Русскоязычном ютубе. Далее, скорее всего, будем работать вот в таком темпе. То есть неделя на съемку, потому что достаточно объемные видео получаются по количеству материала, монтажу. И выходят где-то в выходные. Скорее всего так. Если вам это нравится, кстати, также переходите в мой телеграм-канал. Если будут какие-то сподвижки в расписании, все новости будут там. Ну, и также там в целом интересная инфа бывает. Пока. Вот такой финал обзора на Nothing. Началась зима. Еще два дня назад я гулял, как помните. 20 градусов будут. Пока. Субтитры подписана.